Я ничего вам не должен, я вот у вас должен документы спросить. Усы, лапы, хвост. Хорошо пожилая женщина, что так разговаривать, чтобы я вам сказал, где усы, где лапы. Нету нигде места, ни там нельзя, ни там нельзя. Это все вопросы другим людям, понятно? А вы чтобы смотрите вот эту программу президенту. Вот к президенту и обратитесь, пожалуйста. Вам что угодно? Мне ничего не угодно. Ну, значит, меня снимать не надо. А почему? А вы при исполнении сейчас находитесь, правда? Левушка... Вы можете представиться даже. Я вам ничего не обязан. Ну как же, вы вроде как... Я вам ничего не обязан. Вы вроде как на службе сейчас. Напоминаю, что эти люди существуют на наши налоги, получают зарплату из наших отчислений. И на пенсию они будут выходить раньше, и их пенсия составит существенно выше, чем наша. В процентном отношении от заработной платы, ну и вообще. Также у них есть самые разные льготы, социальные и всякие разные. Ну, правда, за границу ездить нельзя, ну, как говорят. Ну, вроде как, это не смертельно. Я стою в ряду, стою в ступеньке, ничего им не мешает, никаким витринам. Зачем вот эту ерундуру, конечно, раздувать. Вы сходите в администрацию городскую. Вот вам напишут в основлении там, и всё. Они пришли на общий рынок, на общий рынок всё может продаваться. Это не общий рынок. Написано «Вородской смешанный рынок». Прям где-то витрина была большая. Нету сейчас, всё уже убрали давно. Для чего построили вот тот павильон? Это не виноват. Никто не виноват. Где только рынок маленький, он завал, когда никто закрепил в магазин. Всё понятно. Люди на своей земле исправны. Ну, это вопрос к кому? К нам. К нам? А к кому? Тогда почему здесь стоят люди уже сто лет? Вне закона. Вам разрешили просто чисто человечество? Да бросьте это, мы не бываем просто. Построили вина, и мы прекрасно. Одолжение нам не надо. Ну, вы кому? Мне говорите, чтобы я вам что-то строил? Ну, а что вы мне? Мы просто объясняем с вами. Ну и разговаривали. Вы прекрасно всё знаете. А на разговаривание как тоже мне всё. Тут с цветами нельзя. Ничего нельзя. Не с цветами, всё равно прогоняем. Вы сами себе просто проблемы создаёте, и всё. Мы всё здесь ставим себе. Ну, я вам чем помог. Прекрасно был у нас рынок, стояли там, всё загородно. Помещали. Построить дом. Сейчас это запретили всё, понимаете? Не мы запрещаем. Если бы запретили, тут бы никого не было. Ну, это нам, это лошуна. Не фотографируйте хоть наши морки. А то будем сверкать. Слышите? Ну, а когда ещё посверкать-то? Чем когда такие молодые да красивые. Правда. Такая прямо. Не хочется. Я тем более такие пережитки пережила. Не хочу, чтобы я не могу. Когда их снимают, они ведут себя более вежливо. Они понимают, что могут спросить. А когда всё тихо, мы бесправны абсолютно. То есть не бойтесь ничего. Мы гораздо более сложные проблемы в жизни переживали. А то, что торговля здесь должна быть, я считаю, что так. То есть как это должно быть с точки зрения закона организовано, это другой вопрос. Но это как-то надо, я не знаю, оформлять там что-то. Ну, нам тоже что-то купить надо иногда. Я вот угощаю яблочками. Я вот угощаю яблочками. Я вот угощаю яблочками. Я вот угощаю яблочками. Видите, а вот самое хорошее там по яблочкам. Угощаю яблочками. государстве проблем дофига но бабки с яблоками это не самая большая проблема не с этого стоит начинать